всем привет с вами вячеслав витик 2006 год чемпион мира магнус калсен еще не викинг но уже и не малыш и сегодня вам покажу классную партию и так белыми фигурами играет пётр свитлер черными магнус калсен и поехали е4 c5 конь f3 конь c6 конь c3 такой порядок ходов направлен прежде всего против челябинского варианта магнус играл конь f6 сейчас скорее всего он бы сыграл и 5 так он играл неоднократно в том числе в недавней партии с я нам не помню чем в которой он одержал победу но в те времена он сыграл конь f6 следует ход слон b5 ферзь c7 2 0 конь d4 конь d4 cd конь d5 конь d5 ed a6 слон a4 g6 d3 a6 ферзь f3 слон g7 слон f4 ферзь a5 и вот возникла первая критическая позиция здесь пётр свитлер сыграл весьма оригинально он сыграл ладья f1 в принципе по сути жертвуя фигуру так как слон a4 не защищен в принципе он мог избежать столь резкого обострения игры сыграть например слон b3 и здесь наверное позиция у белых лучше но последовал ход ладья f1 следует ход ферзь a4 здесь начинается тактическая феерия следует неожиданный удар ладья бьет е7 шаг король е7 и ладья е1 и вот второй по сути критический момент в этой позиции магнус калсон допускает уже решающую ошибку он сыграл король d8 но надо отметить что варианты возникающие после короля f8 тоже весьма неочевидны и сложны без движка тут практически не разобраться давайте начнем анализ и так на король f8 белый играет слон д6 шаг король g8 ладья е7 под боем пешка на f7 король h7 и здесь у белых есть интересный выбор ну наверное основным надо рассматривать ход ферзь бьет f7 под боем слон на g7 ну и на ладья g8 многие комментаторы отмечали что белые здесь вынуждены форсировать ничью играть слон е5 ну и скажем на ферзь c2 бить на g7 ладья g7 ладья g7 король h8 и давать вот такой вот вечный шаг но на самом деле белые могут продолжить играть на победу давайте посмотрим что может случиться да вот после ладья g8 белые отнюдь не обязаны отдавать фазя а могут продолжить атаку сыграть да вот здесь слон е5 ладья g8 могут сыграть да вот секунду да вот здесь могут сыграть h4 и здесь варианты очень красивые сразу скажу можете проверить свои движки в частности движки здесь пишут что после хода fc2 и после хода fc5 у черных везде ничья но если вы поставите на более на большую глубину вы поймете что fc5 просто проигрывает на fc5 белые выиграют ходом и в 4 вот такое вот неожиданное подключение дело в том что белые где-то хотят сыграть h5 выбив пешку могут сыграть f5 создавая матовые атаки здесь у черных есть по сути два продолжения первый ход это ферз d2 давайте посмотрим что последует на ферз d2 fc6 обратите внимание у белых не хватает ладей слона но ферзовый фланг закупорен фигуры не играют и у белых решающая атака до fc6 и на fc3 грозит уже ход слон е5 в частности или где-то даже аж 5 условий 5 конечно страшная угроза офисе 3 шаг и здесь белые даже ну да бить нельзя на и 3 белые уходят король h2 fc7 но иначе белые все равно пойдут слон е5 fc7 fc7 туда например опять h5 по сути на доске даже материальный перевес у черных но по-прежнему белые атакуют от фигуры черных не вошли в игру ну и давайте продолжим вариант например ладья а6 аж король g6 f5 шаг король h6 ну бить на f5 нельзя из-за ферзь f7 ну и на король а всем мы играем f6 на ладья d6 бьем ферзь d6 и на слон f8 давайте продолжим вариант здесь белый форсерно выигрывает фигуру играют ферзь e5 d6 ферзь e4 шаг ладья g6 ферзь e8 да вот уже под боем два слона и один из них в любом случае теряется ну и после ладья f6 fc8 возникает технически выигранная позиция у белых да обратите внимание варианты конечно крайне сложные действительно в конкретной партии человеку найти это все но я думаю практически нереально то есть ход ферзь а5 еще раз давайте вернемся и так мы вместо хода слон е5 продолжаем атаку ходом а4 и ферзь а5 мы понимаем что проигрывает и теперь вопрос неужто петр свитера все-таки мог выиграть эту позицию без ладьи без слона но давайте обо всем по порядку черные играют ферзь c2 это единственный ход белые могут продолжить атаковать сыграть ферзь f6 вновь грозит ход слон е5 и здесь черные все-таки соскакивают давайте приведу основные варианты ферзь d1 шаг король h2 и ферзь h5 по сути уже строго единственный ход и здесь белые могут сыграть слон е5 и вновь очень интересный момент если черные сыграют ферзь е5 то здесь белые еще могут поиграть на победу давайте приведу примерные варианты ферзь бьет е5 король h8 ферзь g3 ну и скажем на d6 можно сыграть ферзь d6 да здесь я вас сильно грузить вариантами не буду единственное скажу что оценка здесь примерно в полторы пешки то есть у белых есть все шансы на победу черные фигуры все-таки не могут наладить взаимодействие да но все-таки черные здесь могут сделать ничью сыграв король h8 и здесь на ладья g7 следует спасительная жертва ферзь бьет е5 ферзь е5 ладья g7 и эта позиция ничейная хотя у черных даже материальный перевес у них ладья ладь две ладьи и слон за ферзя давайте покажу как уже белые здесь должны делать ничью ну например ферзь е8 или даже d6 b5 ферзь е8 шаг король h7 ферзь е4 под боем ладья на 8 здесь вот получается по сути такое повторение на ладья b8 белые вновь сыграют ферзь е8 черные не могут усилить позицию ну и да на ладья a8 a5 ферзь е4 на ладья а7 можно сыграть ферзь е8 и хода слон б7 нет из-за хода ферзь b8 здесь гибнет черная ладья вот такие вот красивые варианты согласитесь то есть принципе к сожалению мне больше хотелось чтобы эта атака без ладей слона все-таки объективно закончилась пользу белых но вот к сожалению черные здесь ходом ферзь c2 давайте еще раз вернемся вот инферс c2 соскакивает да еще отмечу что после хода ферзь f6 черные могут сделать ничью сыгра ферзь е2 да здесь я тоже не нашел выигрыша за белых но вернемся к партии партии магнус сыграл ладья a7 сыграл после ладья 1 шах король d8 и здесь следует неминуемое наказание слон d6 обратите внимание очень красочная позиция по-прежнему черных ладья и слон лишние и эта позиция очень напоминает бессмертную партию андерсон кизерецкий там тоже все очень похожее было фланг не играл с королем на d8 который в итоге получил мат здесь магнус играет ферзь a5 у белых очень много угроз во-первых это ход ферзь f7 с дальнейшим матом или даже ферзь е4 то есть ферзь a5 видимо ходить надо следует ход b4 ферзь b6 и я думаю что именно этот момент зевнул магнус краусен казалось бы черный соскакивает прямых угроз нет под боем слона d6 но простым ходом ферзь f4 белые создают огромное количество угроз ну во-первых это конечно ход слон е7 с дальнейшим например слон c5 и выигрышем ферзя ну ладья е8 ясно что ходить нельзя здесь просто ладья е8 и потом вот такой вот несложный мат на е7 ну и что остается магнус играет g5 следует ход слон е7 шаг король е8 здесь петр свитлер очень сильно продешевил он сыграл слон c5 шаг и в итоге партию выиграл позиция наверно тоже объективно выигранная но гораздо сильнее практически сразу выигрывал ход ферзь е4 здесь уже очень много страшных угроз это и слоны в 6 и слон c5 и слон d6 всевозможными матами ну а на ферзь g6 белый играет слон c5 шаг на ферзь бьет е4 бьют на е4 и на король d8 ставят вот такой вот красивый мат да ну то есть после хода слон c5 шаг черные должны играть ферзь е6 но здесь понятно как бы оценка не вызывает никаких сомнений у белых просто огромный материальный перевес да ну и давайте досмотрим теперь чем же все закончилось петр свитлер сыграл слон c5 шаг следует ход ферзь е6 ферзь d2 d6 слон d6 и король d7 это уже по сути решающая ошибка еще мог упорно сопротивляться магнус сыграв слоны у слон f8 и здесь не все так просто да по оценке движков позиция белых должна быть выигранной но варианты очень сложные приведу примерные допустим d и слон d6 е в шаг король f7 пока на доске даже материальное равенство черных два слона и ладья за ферзя следует ход ферзь е2 слон b4 здесь вот вы не поверите наверное такой человеку тоже поднять очень трудно но компьютерный ход c3 здесь я сильно не буду анализировать варианты конечно сумасшедшие но суть в том что белые здесь в итоге должны выиграть приведу вот примерный вариант ладья c1 дальше где-то белые заберут на c2 и все-таки ученых нет гармонии взаимодействие не налажено и у белых очень хорошие шансы на победу да вот такая вот получилась партия обратите внимание да на эту позицию конечно позиция после ферзи в 4 заслуживает диаграммы очень классная партия где без ладей без фигуры пётр свитлер одержал блестящую победу я надеюсь вам понравилась данная партия ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за внимание и до новых встреч